Ну, у нас тега для детей нет. Просто когда-то лет 15 назад Сережа мне написал, мы там во что-то играли в компьютерный... А, в браузерный дозор. В Лукьяненко, да. Да-да-да. Он мне написал, типа, я тут киностудию строю в Питере, мне админ нужен, ты пойдешь. Вот. Я когда-то писал про это в канал, я в тот момент уверенно умел переустанавливать винду и менять картриджи. Думаю, ну что, ну строят дом размером с два стадиона, чего его админить не пойти? Справлюсь. Да, действительно так было. Было очень больно. Все, передаю тебе слово. Друзья, да, всем привет. Рад вас видеть. Я Сережа из Москвы. Приехал тут поговорить немножко с вами. Вот. Предыдущий доклад был про то, как куда прийти и чтобы развить, наверное, и совершенно все было правильно сказано. А теперь подумаю, я и скажу следующее. А теперь попробуем это все приземлить в реальность. То есть вот если вы взяли и такую вот историю на себя взвалили, то что вы можете получить от этого? Несколько вопросов в аудиторию. Кто из вас знает, что такое ГИС? Государственная информационная система, да? Отвечу. А кто в реальности с ними это дело имел? Ну, давайте как-нибудь хотя бы. Вот с госуслугами, наверное, все знакомы, да? Там вот здорово. Там вот эти вот QR-коды, все это криво, косо, да? Мы все говорим, ой, какой кошмар, не работает. Правда? Там вот всякие касперские говорят, что там все данные украдут. Можно на хакерских рынках купить все, что угодно. Ну, вообще это можно сказать и про коммерческие системы то же самое. Я вам по секрету скажу, ничем не хуже. Но да ладно. Вот я чуть-чуть занимался тут одной большой системой. Сейчас занимаюсь ровно тем, что из нее, из коммерческих надо сделать ГИСО. Задача, казалось бы, простая. Открываем бумажки, там все должно быть написано. Как что сделать? Ну, ладно, ладно. Вопрос. Кто из вас знает, что такое РСА? Там три буквы сокращения, да? Криптография. Слышали? Кто из вас работал с ГАСТовой криптографией? О, уже есть люди. Слушайте, это прям здорово. Вам прям, может быть, будет совсем скучно, наверное. Но попробуем сделать интересным. Ну, вот смотрите. Сейчас мы говорим так. Вот у нас есть единая биометрическая система. Мы там ее пилили чуть-чуть, делали, какую-то биометрию собирали. В 2017 году пришли ребята, говорят, ну, слушайте, надо запилить мощную штуку, чтобы там сложить кучу данных. Ну, мало ли, что коммерчески не очень работает. Ну, технологически, мы сказали, вот мы там имеем биометрию, у нас какие-то есть куча модулей, микросервисов, всего-сего. Давайте сделаем, как бы из нее ГИС теперь говорит бизнес. Ну, казалось бы, что такое ГИС? Ну, вроде бы статус. Но когда ты понимаешь, что для тебя ставят задачи, давай сделаем ГИСом. Нет, нифига, не просто статус системы. То есть нельзя просто прийти и повесить бирку. У тебя все должно быть, во-первых, по закону. Твоя система должна появиться по закону. То есть должно всякое правительство что-то принять. Слушайте, слава богу, я не занимался нормативным треком, там кошмар. Заказчик-владелец системы – государство. То есть вот не коммерция, а государство. Это значит, надо выстраивать те самые софт-скиллы, о которых только что тут здорово рассказали. Слушайте, как классно, прям предыдущий доклад попал в тему. И ты так думаешь, елки-палки, мне надо идти в Минцифры, тут вот ребята поехали в Центробанк, тут вот еще ребята, которым надо, ну ладно, надо что-то делать с этим. Ну да, хорошо, ну думаем, ладно, что с этим сделать. Мы технари все-таки, нам надо, что сделать-то, что сделать. Нам говорят, слушай, 676-е постановление правительства. Там опять куча пунктов про нормативку, читаем. Ну, должно соответствовать каким-то требованиям. И тут начинается. Находишь, что надо сделать? Надо в своем окружении найти человека, который читал нормативку. Не только государственные законы, а еще и частично не очень публичную нормативку. Сейчас мы к ней придем, я прям покажу. И вот там чудно написано, должно соблюдать требования. Кажется, ну фигня. Вот, знаете, что за эмблема? Это кто? Вот кто-то знает. Кто-то, наверное, открывал чудесные документы. И там вот такие вот буквы. ЗТС, ОПС, ФСИС, еще и цифры после них. Ты думаешь, мать моя родная, что с этим делать-то? Если переводить на русский язык, вы хотите там свой сервак? Нет. Он должен быть не свой, он должен быть правильный, специальный, хороший. Вы хотите кубернетис? Нет, нельзя. Нет у нас в стране сертифицированной оркестрации контейнеров. Ни в одном православном дистрибутиве. Привет. Ну, там, тут у нас шутки про мехротики все ходят. Их тоже нельзя. Как бы, там, с цисками, не с любыми. Все очень интересно. Еще веселые ответы от них такие. Ну, слушайте, ребят, вот у вас там до конца года вот эту железку можно, а потом нет. Потому что мы на них что-то обиделись. Ну, как бы, ты такое-то смотришь, ну, ладно, все должно быть безопасным, да. Ну, как бы, еще это все, что у тебя есть, должны проверить. Куча специальных людей, специальных организаций, которые аттестованы там на то, чтобы тебя проверять. Тебе приходят, ты такой думаешь, ладно, сколько нужно документов, я не хочу говорить. Ну, как бы, ну, вот кто в разработке, вот, вот, как тут, о, отлично работает. Вот до строчек кода надо писать документы в некоторых моментах. Я проговорю, в каких. Сейчас будет страшно сначала, потом полегче. Вот буквы непонятные. Вот эти ребята, знаете, да, такие. Они такие, ты говоришь, хочу на джинкс, они говорят, что? Вот мы хотим тут вот подписано, информация здорово перебудается согласно международным стандартам. Они говорят, где? Вы где работаете? Мы говорим, в Российской Федерации. Они говорят, ага. Вот, 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 вот это вот. Найте, стройте. Вот вы хотите использовать там какую-нибудь библиотечку, баунси кассел взять, да? Там вот отлично подписи проверять. Нет. Знаете, вот что такое за железко? Кто знает, что вот это за буквы страшные? Да, хардвейр, секьюрити модуль. Жужжит страшно, скотина, вообще ужас. Еще просто так, даже в серверную не поставишь. Чтобы его куда-нибудь поставить, тебе вот такая. Вот такая простыня требований сказана. Тут изолированный доступ, два замка вот здесь, тут амбарный замок на вход на ЦОД и все такое. Вот называется бумажка-формуляр. Ну, то есть вот, вот это запрещенные буквы вообще. Им никто не верит. Ну, ты думаешь, ну, хорошо, ладно. Там есть еще вот такие буквы. Вот самое главное, что надо с ними сделать реально, с этими людьми, это согласовать две вещи. Сначала надо согласовать сам процесс, который твоя система выполняет. Ну, если быть точным, все. К счастью, есть умные люди в двух упомянутых организациях, адекватные. Вот главное таких найти. Когда вы их находите, вам делается чуть проще, потому что они могут вам непонятные буквы расшифровать. И реально с ними лучший протокол обмена – это бумажка А4, на которой вы сидели вместе и порисовали. Вот, а еще если на ней подписи поставили, то вы вообще огонь прям, все сделали, прям огонь. А когда печать, у-у-у, а когда спецпочта пришла, вообще замечательно. Ну, у нас ситуация была примерно такая. Вот набор чуть-чуть технологий у нас в системе. Ну, вот, вы не поверите, все. В этом как бы вся история. Вот такой зоопарк. Ну, часть тут есть такие вот специально заложенные. Вот эти, например, ребята по середочке. Они такие, они, это хорошие буквы, они нравятся уважаемым коллегам. Вот эти буквы, например, вообще тут, видите, звезда. Вообще звезда огонь прям. Вот, ну, мы думаем, сидим такие, думаем, ну ладно, вот у нас зоопарк, реально. У нас там целое подразделение людей, которые занимают всякой там чудесной нормативкой, вроде вот помогают проходить все эти исследования. Ну, ты думаешь, ну, елки-палки, у меня есть команда программистов, у меня есть команда сисадмином, что же им всем бедным делать-то? Вот. Ну, ладно, вот, как бы по закону надо прочитать буквы. Я забежал, представьте себе, надо вот что сделать, да? Все исходники. Все. И причем это не только ваш код, а весь используемый код. Все вот это должны посмотреть другие люди, проанализировать, прогонят через всякий анализ, файзинг-тестирование и прочее. Вы все это должны починить. Тогда вам дадут бумагу, что вы молодец. Вы пройдете все исследования. Ну, вот простейший вопрос, он внизу там вот слайда. Как вы думаете? Ну, сколько десятков человека лет или сотен человек лет на оценку этого кода надо потратить, чтобы его сертифицировать. Ну, короче говоря, это такая история, за которую никто не берется в этой стране. Ну и хорошо. А ходу так хорошо, слушайте. В общем, я на это все посмотрел, вот я был примерно так. Ну, потому что скучный доклад. Вот я вот сижу вот такой вот, как этот вот код. Или состояние номер два, оно вот такое может быть. Я вот в нем сидел-сидел и, ну окей, что делать? Надо принимать решение, что с этим делать. Безопасники стоят на своем, нормативщики стоят на своем. Говорят, нет, вы сейчас все перепишите. Я говорю, ну это нонсенс. Слушайте, у нас тут биометрии, вот такие вот данные, как бы вероятностные модели никак не поддаются сертификации, что она по-любому скажет, что вот это ящик. И по-любому, да, вот там нейронная сеть, кто знает, она вероятностная. Доказать, что она скажет на ящик ящик, невозможно. Потому что всегда есть контрпример, можно найти ящик, на который скажет, она, это помидор. И все, и конец, все, как бы невозможно сертифицировать. Что делать? Вот оказалось, помогла простая вещь. Вот так взять, перерисовать картинку. Я там чуть-чуть архитектурой систем занимаюсь. Я такой думаю, ну давайте вот так. Вот так. Вот из наших всех там поделок, у нас куча модулей, я про это не хочу сейчас. Мы возьмем, выдернем. Вот такой выделен кусочек. Вот там буквы были УПД. Это управление доступом. Я узнал через несколько месяцев работы с людьми. Они мне, я говорю, что за УПД? Они мне ответить не могут, понимаете. Вот человек говорит, норма УПД-7. Я говорю, твою же мать, что это? Он мне говорит, УПД-7, ну как? Я говорю, что это? А это какое-нибудь там разграничение доступом по ролям. На русский, если перевести, надо просто найти правильную методичку у того же встека, где написано, что это такое, русскими буквами уже более-менее понятными. С ними тоже трудно. Программисты не понимают. Я проверял. Админы тоже. Но вот когда ты отойдешь, посмотришь издалека и подумаешь из общего здравого смысла, ну вроде понятно. И они действительно делаются понятными. Окей, вот эти все функции, мы сказали, черт бы с вами. У нас тут миллиард Java кода, вот тут какого-то в бизнес-логике. Хрен бы с ним. Давайте сделаем простую эту историю. Возьмем кусок. Мы не будем брать эти Java коды, потому что там все варники и джарники, которые ты приклеишь, они тоже попадут вот к этим людям, которые читают буквы кода. Не хочется. Берем простой компилируемый Go. Говорим, ну ладно, слушайте, вот тут сертифицированная какая-нибудь операционная семья. Не обязательно такая, любая подходящая. У нас много где, например, и РДОС тоже. Ну просто некоторые вещи, формуляры требуют, говорят, вот это внедрите, пожалуйста. Вот только на этом можно. Вот, например, вот эти ребята, они сертифицированы только в комплекте с этим. Ничего плохого. Ну, говорим, ладно, возьмем. Возьмем сертифицированное средство, возьмем эту чудо-железку ХСМ. Ух. И посмотрим на все. А вот это обзовем бизнес-логикой и скажем, все, во мне надо туда смотреть. И что самое неожиданное, эта тема прокатывает. То есть, как только ты выбираешь функцию разграничения доступа, тебе надо нарисовать немножко кружочков там, квадратиков, сказать, ребята, а вот здесь у меня вот эти ходят туда. Правила определения и разрешения вот такие. Вот как в фаерволе вы пишете, да, вот это по факту, там, если на уровне сети, тут управление доступом, да, и вы говорите, вот эту myp-пишнику можно, вот эту дулю. А здесь мы строим, не знаю, какой-нибудь IP-сек, они по сертификатам авторизовываются. И тут тебя начинает другая сторона понимать, та, которая сертифицирует, а, ну по сертификатам понятно, да, да, это ясно. Вот. И такая тема вдруг неожиданно работает. Что мы сделали? Мы там реально написали два модулька. Один из них там по подписям, по GVT-шкам проверять может, например, а второй просто там session control обеспечивает, там, берем на гоу фигню, как в какой-нибудь редис толкаем сессии, все прокатывает. Это все замазываем, конечно же, суперсертифицированными фаерволами, ну и вроде нормально будет. Давайте посмотрим. Ну, как бы вот, что же в итоге-то по поработе-то делать? Ну, вот берем сертификат, ну, там, приказ в стеку, ну, у нас там GIS класс К1, самая жесть. Ну, как бы, хорошо, но определили класс, поняли. Там буквами написано, какие мерки надо определить, ну, реализовать. Берешь их оттуда, выписываешь, которые к тебе относятся, и там требования есть. Тут нужно железками, тут можно софтом. И, как бы, вот все, что к этим мерам относится, и своего софта утаскивай наружу. То есть отдели это от бизнес-логики, и все получится. И прям поддельный софт. Как бы, почему еще здесь тезис есть, что стоит выделить работу с подписями? Потому что всю криптографию смотрят службы из трех букв, а вот все остальное службы из четырех. Я из пяти, я ошибся. Вот. Ну, который ФСБ и ФСТЭК, да, соответственно, чтобы люди не пересекались и не толкались между собой. Если ты это разделил, у тебя прекрасно, у тебя вот тут сертифицированный софт, например, про работу с подписями, ты приходишь ко вторым, говоришь, ребят, у нас тут сертифицирование, они там по нашим специализированным протоколам обмена информацией на листах А4 обменялись информацией, что у нас есть сертификация. Все хорошо. Вот. По факту жизнь такая, вот разговаривать приходится с людьми очень много. Вот реально очень много. И без этого вы не протащите систему никуда дальше. Как с документами быть? Ну, вот я в краткий какой-то маленький списочек тут привел. Нужно взять там лицензии всякие получить на компанию, на разработку. Надо техзадания составлять по ГОСТу. Ну, как бы казалось бы, ну, вот надо просто вычленить, вот мы реализуем вот эти вот меры по авторизации. ИАФ, и, например, это идентификация и аутентификация. Вот мы вот здесь напишем в ТЗ, что мы должны сделать. Согласовал ТЗшечку с умными людьми? Молодец, делаешь. Техусловие, как должно функционировать, это, например, документ чудесный. Он громадный, но там ты пишешь, вот он же как раз, да. Давайте. Антон, давай потом, после доклада. Вот. Итак, мы взяли, ну, какие-то такие документы написали. Написали вот этот страшный формуляр, как этим всем пользоваться. И читаем их, кстати, если мы что-то берем. Ну, здорово. Если вы написали тесты к своему софту, вы вообще молодцы. Потому что вы их просто отдадите коллегам, которые смотрят, и им станет на порядок легче. Потому что они в среднем не понимают, как работает ваш софт, и это нормально. Вот. Ну, ой, документы там, просто страх. Ты берешь, сажаешь людей, и как писать софт для безопасности. То есть вот есть там, все знают, что есть, например, безопасная разработка, да? А есть регламент разработки софта для безопасности. Вот чудеса. Пришел с этим мыслям к разработчикам, и они вот в том же состоянии, как было, да? А они говорят, вот у нас столько. Вот это или это? Ну, вы понимаете. Ну, ладно. Приносишь им железку, вот этот чудесный ХСМ, и смотришь. Ну, говоришь, ладно, хорошо. Вот у него есть такая чудесная характеристика, ключи извлечь нельзя из него. А у меня нагрузка. Эта штука должна шифровать данные. Ну, как бы, если это самый тяжелый класс шифрования, это реально аппаратная штука, в которую много не запихаешь, и очень медленно. Данные доставать надо быстро, в разные точки, проверять подписи, куча всего. Одна железка, просто делаем нагрузочный тест, не справляется. Беда. Реально просто беда. Вторая беда – это документация. Вроде бы берешь, дергаешь опишки, вроде бы работает. Ну, там, вроде криптопро обычный, вот там много кто, может, кто даже на комп себе поставил, гостовым там, ТЛСом пользуется. Но нет, ты приходишь в лабораторию, тебе говорят, нет, вот у нас была такая классная ошибка. Ребята написали, работает нормально. Следует, нет, ну, слушайте, говорит, у вас класс другой. Вам эти опишки нельзя, они работают, вам эти нельзя, вам надо только вот те. И такой, ну, мы же, ну, ладно, да, мы не умеем читать. Вот просто, если будете этим заниматься, не делайте наших ошибок, читайте внимательно, для какого класса что можно. Но лайфхак мы придумали вот такой. Как растиражировать чудесные там, ХСМы? Давайте возьмем ХСМ, сделаем из него, из него бэкап, восстановим этот бэкап на другой ХСМ. При желании повторить многократно, ключи при этом не извлекаются. Ну, магия, короче говоря, там, берешь, вставишь, буллносировочку, работает. Вот, единственный минус, что там, для того, чтобы это все активировать, там, надо пять карточек, пяти людям раздать. Ну, и процедуру приходится делать там, раз в год, потому что ограничения, например, на ключи там, в год и три месяца у нас существует. Дольше нельзя, надо перевыпускать. Ну, и, конечно, за нагрузкой на ключи, следить, это все фигня, неинтересная программистка. Вот, вот так вот можно поступать, оказывается, и в эксплуатации, да, вот, ну, человек едет, филд-инженер крутит, ой-ой-ой, по-моему, я что-то задел. Мы чего-то лишились. Нет? Потинет. О! Давай нажмем еще раз. Сережа, отойди от коробочки. Ну, тут вот в этом углу страшно как-то. Не нервируай коробочку. Не буду. Нас вообще не посодят за твой доклад-то? Не-не-не-не-не-не-не, не посодят, не переживай. Я же уже писал, как бы, поэтому я очень аккуратен в своих формулировках. Вот. Нельзя. Ну, как бы, хорошо. Ну, вот так мы это победили. Еще существуют вот такие железки. Кто-то встречался? Кто попробовал сделать в кластерном режиме что-нибудь такое? О, есть люди рисковые. Молодцы. Круто. Ну, как бы, вот, мы попытались. Ребята сказали, слушай, а если подыхает, как бы, стек из них двух собранный. Да, они кластеризуются. Почему-то только две. И, как бы, дальше скейлить непонятно как. Опять. Ну, то есть, вот, вот, даже картинку я специально украл у коллег из Випнет. Это картинки официальные с сайта можно смотреть. Саша, не страшно. Он один здесь стоит, понимаете. Вот, вот, меня она очень нервирует. Как побеждать? Как бы, люди говорят, давайте строить там, балансить что-то так. Ну, вот, как оно работает? Вот, оно вот так работает. Ты ей в порт что-то суешь, HTTPS, по факту, да, ну, с гастовым ТЛСом. Оно тебе выкидывает с другой стороны просто HTTP. Тут зашиты всякие сертификаты. По факту внутри это, конечно же, кто? Правильно, Nginx. Никому говорить об этом не будем. Ну, или что-то очень похожее. Там ставится серт. Но проблема в том, что когда ты серт генерируешь, ты его можешь, мог бы поставить на другую железочку. Но они так сделаны, что если у железочки другой IP-шничек, то серт не жужжит. Очень печально. Очень хотелось поскейлить. Ну, что мы сделали? Вот тут вот к нам входит гастовый трафик. Например. Берем его, суем на две линуксовые машинки. Которые просто делают IP-вс. Ну, минимум две, дальше сколько хочешь. То есть эта схема тиражируется в горизонталь вот туда. Здесь делаем раз виланчик, два виланчика. Так нехорошо делать, но можно. Прикиньте, тут вот одинаковые адреса. Здесь и здесь. И вот эту фигню ты просто пилишь много. Если тебе надо много железок, вот сюда вправо рисуешь. Еще виланчик. Еще балансировщик. И еще такую железочку ставишь. И вот эту историю просто простыми вещами. Да, тут придется чуть-чуть там IP-вс понять. Что там, да, ну, стоит над сделать там какой-нибудь. Для этих железок еще ничего. А для каких-нибудь там фейерволов надо еще подумать о том, что у тебя должны не только внешний адрес, но еще если над, то у тебя и шлюз для нее должен кататься. А здесь мы просто, ну, там, как бы сделали просто. Сказали, одинаковые настройки. Все, внешка там, кипыла и вди нас спасает. Он умеет перевозить сколько хочешь IP-шников. Прокидывать внутрь. Дальше на джинксы, дальше едем. Получается так, что все, у нас там обычная балансировка, дальше там какие-то опишки. Оказывается, и с этим чудесным железом можно, ну, нормально бороться. Ну, вот мы такие архитекторы думали, думали, все это придумали. Пришли к ребятам. Говорим, что делать? Ну, я вам скажу так. Вот на парк, который есть, на то, чтобы его перекатить, работ на сетевиков, софтовиков, виртуальщиков и прочих, ну, так это человек 10 на пару месяцев приходится с хорошим плотным планированием закрывать за железную дверь, чтобы они работали. Ну, вот их состояние все те же. Но, когда ты им конкретизируешь и говоришь, ребят, давайте все-таки вот наши все ваши любимые опеншифты, мы их оставим. Что мы сказали? Хорошо, ребят, как его вот эта бизнес-картинка, которую мы там раньше обозначили, да? Как ее оставить? Мы говорим, ну, хорошо, давайте. Мы берем, у нас стояла там система виртуализации. Берем авирт. Есть чудесные такие слова, наложенные средства называется, которые могут нам помочь. Ты берешь какую-нибудь замечательную компанию, которая придумала сертифицированное решение, его делает. Говоришь, хорошо, вот сейчас мы к вирту прикрутим эту сертифицированную штуку. Это можно? Тебе говорят, да. Что еще нам надо? Ну, у вас там те же меры, читаем, надо там защитить инфраструктуру. Хорошо. Возьмем, поставим вот это вот, знаете, да? Кто-то знает? Вот, кто-то знает аппаратный модуль доверенной загрузки. Жуткая штука. Непонятно зачем занимает целый слот. Самая большая проблема, кстати, вот у нас мы с ней столкнулись с головой слоты найти, куда ее поставить. Ну, мы думаем, ладно, поставим. Хорошо. Поставили. Ну, хорошо. Что дальше с этими серверами делать? Мучиться, проверять, что с BIOS конфликтует. Все станет хорошо. Дальше, значит, мы, получается, защитили, по мнению регулятора железа, мы защитили слой виртуализации и, как бы, операционные системы. И, представляете, оказывается, это хватает. Дальше, что мы делаем? То есть, мы на хостах накрутили виртуализацию. В нее раскатываем OpenShift. И дальше у нас там внутри, вот, как бы, защищенной среды можно что-то использовать. Мы берем и внутри среды используем наш софт. Ну, вот там сейчас кто-то, наверное, крякнет, скажет, что-то как-то, это вообще непонятно. Да, то есть, это вот как в том... Саш, ты помнишь, это чудесное было, когда он там настраивал звуковуху из-под Linux в Windows и под чем-то... Да-да-да, и куда мне пойти к доктору? Да-да-да, вот это именно из этой серии, понимаете? Но Thinking Out of the Box, он, как бы, говорит нам, а это единственное логичное решение. То есть, мы сохранили львиную долю софта, говоря, как в костах, да, то есть, мы не переписали всю систему. Мы его просто затолкали в защищенное такое по формальному признаку окружения, сказали, окей, живи тут, выстави свою опишку, а с доступом мы разберемся. И это ей помогло. Ну, например, с Хадупом никакой виртуализации очень совсем тяжело, не хочется ее использовать. Ну, к нему все проще. Берем, он, к счастью, выслал, например, там, есть такая система, кто знает, RDoS, недавно, она не сильно отличается от многих известных нам систем, и, к счастью, довольно свежая и довольно хорошо сертифицированная в части уровней. И мы, как бы, говорим, ну, хорошо, там Java можно накатить, да там есть, оказывается, в комплекте. Все, счастье у нас, у нас Хадуп заработал, представляете себе. Вот. А потому что он заизолирован внутри сетевого контура, ну, и все хорошо. Ну, то есть, вот, такую картину дополнить надо сертифицированными железками. Главное, здесь была проблема найти подходящие нам по производительности железки, поставить их к себе, согласовать с Овстеком, и они такие говорят, ну, ладно, хорошо, здорово. В итоге все получилось. С точки зрения костов, ну, то есть, вот, вместо переписывания системы, которую писали там пару лет, мы потратили где-то месяца три с половиной той же команды разработки, ну, и вот админа в пару месяцев. Вот. Все, все уснули, всем кушать пора. Ну, вот так. Нравится такая тишина вообще могильная просто. Ну, если всех, если кого-то распугал и хочется поговорить шепотом... Антон, Антон, вот специально микрофон, вот прям для тебя. А он сейчас это... Выходи, солируй. Ничего страшного не скажут, да? Если есть еще вопросы, вы тоже не стесняетесь. Мы, Антона, поторопим, если что. Можно слайд назад, предыдущий? Сейчас я попытаюсь с техникой справиться. Вот с этим. Да, вот этот слайд. Собственно, как меня пояснили на мой первый вопрос, который я возбудился, ответ был уже дан, просто я не успел его услышать. Поздно пришел. Но вот на этот слайд я возбудился тоже. Вопрос первый. Зачем OpenShift на Оверте? И почему не на RedHat KVM? Вопрос второй. Соответственно, почему... Если он на Оверте, а не на RedHat KVM, то что у вас с поддержкой RedHat? Третье. Сколько стоит этот OpenShift? И не стоит ли от него отказаться в пользу Kubernetes? Следующий вопрос. Нахрена нужны наложенные средства, если есть сертифицированный Alt, например, с гипервизором и уже с Kubernetes? Ты записываешь? Да, да. Я просто стараюсь. И ключевой дальнейший вопрос. Если у нас изначально по сертифицированных, тестованных системах все автоскейлинги и контейнеры, в общем-то, мягко говоря, вся методика контейнерная нахрен не работает, нахрена мы вообще их используем, почему не вернемся назад на системные виртуальные машины, которые тупо дешевле? Давайте попробуем теперь по порядку разобрать. Итак, относительно RedHat. Чудесный вопрос, правильный. А какой уровень сертификации и подо что, понимаете? Если мы с вами говорим, например, для обработки перс-данных, то работает, тогда у вас работает 21 приказ в стеках. А когда вы GIS, и 17 приказ у вас работает, и это класс К1, то RedHat уже, к сожалению, йог, не проходит. Очень жаль, реально очень жаль. Туда проходит Redos, Astra и… Ну как же не проходит, наложные средства проходят с наложными. Ну, с наложными, смотря с какими. Там вопрос в следующем. Ну, секретнет у вас с ОСП. Секретнет вам как-то понятно, что ставить. Вопрос есть в том, что вы берете, например, вам еще надо защиту среды виртуализации делать. Для этого вам нужно прикрутить, например, что-то сертифицированное, типа Теоникса, который вот там со скрипом более-менее сейчас докатывается. А у Теоникса поддержки RedHat нормальной нет сейчас. Там конфликт есть. Ну, вообще RedHat сам по себе не поддерживается нигде, кроме RedHat. Да. Поэтому у меня и вопрос, а зачем тогда там OpenShift? Смотрите, OpenShift, как бы другая история, да. OpenShift, он не для того, чтобы построить там GIS. Это вопрос как бы вкусовщины и костов эксплуатации всех остальных. То есть, окей, у нас там выстроены, интегрированные в него дипло и все остальное. Как бы он не про GIS, да. Это история, в которой нам проще менеджить. То есть, мы сокращаем за счет него эксплуатационные косты. А экономику считали эксплуатационные косты на OpenShift? Потому что у меня был проект, правда, там был GIS. Слушай, Антон, я понял, ты просто хочешь носочки за лучший вопрос. Держи, 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 держи. Возьми, пожалуйста. Дай ему две пары. Если кто-то не знает, это Антон Жбанков с недавнего выпуска «Прозавались проект». Вот познакомьтесь лично. У меня просто на проекте стоимость OpenShift превысила весь остальной софт вместе взятый. Ох, соболезную. Нет, слушай, экономику, конечно же, считали. Дальше, именно в части конкретно самого Shift, это история чисто математическое сокращение количества трудозатрат админов. На тех объемах, что есть, там с максимальным ростом производительности, там, да, есть вариант, что на определенном породе это будет выгоднее. У меня вопрос, в данном случае, почему OpenShift, а не как бы бесплатный кубернетис или ОКД? Математика, деньги, все чисто скорость трудозатраты, ну, как бы, чисто финансовая история. Ну, здесь не техникум решение. Я чувствую, это бесконечный, может быть, диалог. Спасибо большое, думаю, с удовольствием продолжим в кулуарах. Давайте, спасибо, Сергей, похлопайте. Спасибо тебе, что приехал. Человек, аж из Москвы. А что, правда говорят, что госуслуги все на Эльбрусах? Смотри, нет. Между прочим, кстати, госуслуги... Нет, не правда или нет на Эльбрусах? Нет, не правда. Госуслуги, если честно, высокотехнологичные ребята-то. Они вот как раз к вопросу Антона вполне себе, там, тот же и кубер вполне себе... Сейчас Антон может спойлер нам про вечер сказать. Да, 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 я как раз хочу спойлера про вечер. У меня будет второй секретный доклад. Ты в микрофон только говори. Микрофон. Раз, во, во. Будет второй секретный доклад после шести, там, где будет рубрика «Открытый микрофон» про то, как мы тестировали Эльбрусы. То есть мы взяли серверы, их потестировали, я с вами поделюсь уже... Нам даже сами МЦСТ согласовали, собственно, публикацию этих результатов. Это будет немножечко секретно, без записи. Пожалуйста. Мне придется вас всех потом убить, если что. Я помогу. Все, ребят, спасибо большое.